Наши КМБ с чем борются? Борются с алкоголизмом. То есть это у них хорошо получается. Видеоклип сняли, как нас пытали. То есть реальные люди, которые пытались, мы сами там оснимались. А правда, я прошу, господин судья, больше ничего не сказать. На суде по так называемому тракторному перевороту весь день 7 февраля проходили прения. Первым выступил подсудимый Ахлжан Хайцымбаев. Для него, напомню, прокурор запросил 13 лет лишения свободы. Уважаемые участники процесса и размышляющие граждане, господин судья, спасибо, что дали выступить в свою защиту. Хотел сказать коротко, который сейчас и гриминирует против меня очень тяжелые статьи и уголовное правоонарушение, и страшные преступления, конечно, которого я не делал и даже не думал делать. В прошлом суде сторона обвинения, то есть прокурор запросил 13 лет лишения свободы за статьи, которые я не совершал. Я полностью не согласен с прокурором. И сейчас я вам, всем участникам процесса и нашим уважаемым суде, объясню, что статьи, которые динкриминируют против меня, необоснованы и ничего не доказаны. Ну, хочу сказать, что вообще изначально это все процессы, которые мы здесь разбирали с участием наших судей, которые уже пятый месяц идут в суд. Возьмем все статьи, да, которые 182-я, это создание экстремистической группы, 179-й можно взять, да, также. То есть преступление, то есть был в экстремистической группе, которого вообще не было. То есть здесь можно добавить еще 179-ю статью, то есть пропаганда, да, там, да, охват власти. Ну, здесь конкретных фактов вот за пять месяцев вот проходит все, почти, примерно. Если я не ошибаюсь, мы не видели ничего, ни одного видео, да, где мы там где-то пропагандируем, да, стоим перед народом, да. Вот я удивляюсь, КМБ, который вел наше дело, который, то есть, ну, вообще следили 24 часа на 7, то есть каждый день, да, за нами следили и сняли то, что мы где-то, ну, у Сани Другатарова, который провоката, что, ну, сидим до дома, собрали и пьем спиртные напитки, да, и рассказываем там, ну, про политику, конечно, рассказываем, когда человек пьяный бывает, да, то есть наши КМБ с чем борются? Борются что? С алкоголизмом, да, то есть это у них хорошо получается, а надо бороться с чем-то другим, я думаю, то есть конкретно, ну, показывать, показывать, то есть, вот, показывать видео, конкретные факты, вот, видим же в фильмах, да, вот, показывают, вот, убийство, так, так, расстрелял, застрелял, вот, это все, сообщество сидит, вот, говорит об этом, вот, и судите, как хотите, конечно, я тогда никакие возражения не имею, я буду отпускать голову и сидеть тихо. Мы здесь ничего не видели, потому что, ну, это, если даже взять 272 статью, которая, да, массовые беспорядки, это, ну, по моим мышлениям, это акция, да, то есть у человека должен быть план, да, если группа у нас, то есть там должен быть план, да, то есть опять идет к тому, что, ну, большие средства нужны, конкретно, и у нас ни у одного человека нет, не карточки, да, там, ну, там, не миллиарды, да, денег, да, там, мы не имеем никаких, ну, после январских событий, я лично сам даже налички не имею, ну, то, что, не то, что карточки, все заблокированы, не то, что там, где-то откуда, то есть КМБ, все это, то есть они просто записывали слова, я всякое могу сказать по закону, это свобода слова, это мое, да, это я не нарушаю закон, то есть я могу говорить, да, мой язык, я вот могу критиковать, да, государство, это по закону, это все, это я ничего там против, ну, противо такого, противозаконного ничего не делал, то есть говорил, потому что я страдал, я видел то, что проходил в тюрьмах, то, что как наши КМБ, прокуратура, то есть ломали, да, там, убивали прямо, можно сказать, людей в тюрьме, я сам это прошел и выжил, и после этого я не стал молчать, когда я вышел, видя это все, это любой человек, ну, любой гражданин республики Казахстан, я думаю, так бы сделал, потому что раньше я такому не верил, когда, ну, пока я сам не увидел это все, то есть что происходит, да, там, за грани нашей, ну, то есть говорите же, там, давайте, там, закон не нарушать, да, не переступать закон, да, я видел все переступы законы там, вот, в тюрьме, то есть 19 дней, когда человека каждый день по 4 часа вводят и пытают, то есть и после этого выжить и выйти, я не стал молчать, потому что это, ну, у всех здесь сидящих, есть дети, да, завтра, есть, ну, внуки, да, сыновья, да, не дай бог, да, завтра такое будет, и сделают человека-инвалидом, и на тебе, еще их посадят, первый раз, что они мне сделали, 255-ю статью хотели повесить, то есть факт терроризма, да, ну, не смогли ничего доказать, 272-ю статью так и так и пытались, за отсутствие преступления закрыли, почему, потому что ничего не было, меня расстреляли прямо на своем рабочем месте, это все видно было, то есть это было все доказано, то есть я вышел и начал говорить, я просто хотел получить лечение, то есть прошел такие пытки, я хотел, чтобы государство меня понял, чтобы меня в больнице приняли бесплатно, чтобы меня излечили после этого, такого не было, то есть меня, я ходил в прокуратуру, то есть за законом, который следят, да, как 5 месяцев ходил, чтобы они мне дали какую-то там, эту бумажку, что я не террорист, дайте там, больница не смотрит меня, я каждый день к ним ходил, меня даже закрывали, бостановский ОВД, антикоррупционную службу забирал, закрывал, то есть я хочу сказать, у нас здесь то, что происходит сейчас, ничего не доказано, то есть ни одно видео здесь не было видно, то что мы где-то с оружием стоим перед народом, давайте захватим, да, давайте это так сделаем, или кто-то мне дает приказ, давай вперед это, ты, ты это, ну там должен быть план, там большие средства нужны, чтобы натворить такое дело, три города Казахстана захватить, ну это просто смешно, честно говоря, господи, ну вы сами видели то, что здесь происходило, какие суды, да, я, вот это вот все говорят, то что вот против меня сейчас говорят, там 287 статья оружия, да, откуда-то там вообще с левой стороны выходит и говорят то, что это мое, да, я ни с чем не согласен, то есть там были отпечатки пальцев на видео, там 11, да, там на деле 22, там номер оружия есть, наши доблестные КМБ, номер знает, там записали в обвинительных актах, номер оружия, а почему бы не определить, чьи это оружие, а с какого завода, чьи, ну, каждое оружие на кого-то пишется, этого человека найти, узнать, кому он продал, или украли у него, ну это же не моя работа, мне должны конкретные факты, доказательства и сажать их, хоть насколько хотите, если я не прав, где-то, да, если я нарушал какие-то законы, я, я даже, ну, лишнее попрошу, если я хотел захватить какие-то города, я никогда к такому не шел и не иду, и последующему даже не пойду, потому что я не тот человек, я не миллиардер, да, сколько миллиардеров пытались, да, вот это вот, сделать перевороты, какие-то там, не имею в кармане не то, что за проезд захватить казахстан, ну, это бред полный, я, ну, я просто так говорю, это не то, что защита, я просто хочу, я не юридически, конечно, образованный человек, поэтому я хочу сказать, то, что показал сторона, мне это полный, я вот, то, что говорите, да, я говорю, я был, ну, где-то я был пьяный, потому что после таких, ну, был у меня депрессия была, помню, знаете, что я потерял много чего, ну, самое главное, здоровье, который я должен был, все это, ну, сейчас меня государство, наоборот, поджимало, ну, все это время я был под наблюдением, я это все знал, то, что за мной следят, какие номера, машины, да, кто за мной даже знал их по именам, я, Солом Алик, мы опять пришли, да, братан, нас поставили, говорит, там, ну, за человеком, который больной, вышел, да, хочется адаптации, хочется справедливости, следили настолько, то, что даже ничего не показали тут, ну, вот, люди сидели, да, вот, постоянно, которые приходили, вот, народ сидел, смотрел, вы ничего не видите такого видео, который где-то, конкретно по факту доказывает наше, то есть уголовное правонарушение, тяжкие преступления, да, там, я понимаю, это, в Казахстане сейчас справедливость, конечно, уже меньше, кто верит, конечно, ну, вообще не верит никто, потому что она так и была, она так и будет дальше, конечно, потому что я сам увиделся, 5 месяцев ходить в прокуратуру и ничего не добиться, добиться выйти на том, что, ну, за отсутствие преступления, закрытое дело, все равно она еще стоит, ну, вообще в компьютере, то, что я привлекался, да, на этой статье, не знаю, это полный фарс, думаю, то, что со стороны ХМБ, покажите факты и судите, вот, как хотите, да, вот, вот, стороны обвинения прокурора говорит, вот, покажите конкретные факты, где я стою, да, перед народом, что-то агитирую там, ну, там пишется какого-либо, чего-либо, да, там, у меня, я не стал это все вытаскивать там, обвинительный акт мой, какого-либо преступления, ну, какое, пишите конкретно, какое, я это все еще могу показать, просто я не стал, он, вот, такой большой, я сам еле хожу, я его не стал дать, конечно, а надо писать там, в камере, ну, все построено, это все фальсификация, конечно, нашей доблестной ХМБ, то есть они борются с алкоголизмом, то есть у них это получается, а то, что даже в январских событиях 20 тысяч бандитов, террористов зашли, вышли, и они ничего не смогли, а тут простые, которые людей, казаки ничего не могут, просто пришивают какие-то слова, да, там, какое-то оружие подкинули, где нету наших отпечатков пальцев, то есть есть вот это место, где они, у меня лично брали 5 раза отпечатки, то есть дело полное, ну, недоработанное, ну, не смогли они подставить конкретно, ну, это даже по закону она, так и так я смотрел, я ничего не понял там, честно говоря, чего нам конкретно, какие статьи конкретные инкриминируют, то есть инкриминируют это обычные политические статьи, это на всех политиков она такая была, вот последние 15-20 лет, может даже 30 лет, который им применялся, явно так же дальше не применяться, конечно, не было никаких фактов, видео, то есть конкретно доказательств, где можно взять меня, да, посадить там на 13 лет, господин судья, я хочу, ну, чтобы меня вообще оправдали, и чтобы я лечился дальше, я не знаю, ну, как больше, ну, говорить, какие еще, какие доказательства, ну, нету, вот все видео снятые, она ходит в интернете, да, там, ну, это все видно, о чем мы там, да, сидели, что там говорили, где-то как-то собирались, говорит, какую-то группу создали, там должны были, да, кому-то там давать клятву, да, мы там, даже по закону, если так взять какие-то, нету ничего, да, там, где мы сидим, я, все, мы идем там, все сидим и хором, да, давайте клясться, давайте мы захватим это когда-что, ну, нету такого, ну, то есть, таких слов нету, и не было, и не будет она никогда, так что господин судья, как вы сами видели, я хочу, что, ну, все вот эти вот статьи, которые, пытка, часто не пытают, конечно, как, в январе, когда меня не пытали, что каждый день по 4 часа, но и то я тогда не ставил вывод в роспись, потому что я не делал этого, хотели убить, не делал я этого, потому что он убивает, ну, дело, я получил большие, ну, травмы, да, там, не то, что там, не только, нагадатом, там, зверские они, то, что поступали, и наша антикоррупционная служба, который занимался пытками наших дел, то есть мы 15-20 человек опознаем одного прокурора, одного следока, да, который нас били, то есть признаем, познаем, ну, смотрим на него, и прямо вот так, вот он бил нас, вот так-то, 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 и 20 человек опознают его, он говорит, видео нет, извините, пацан, я дальше не могу делать, так что нет видео, господин, никаких, это, ну, против нас тоже так же сделали, господин свидетельствует, ну, давайте быть посправедливей, ну, давайте у нас справедливость смотреть, то есть прямо, то есть давайте посмотрим конкретно на какие-то там, да, если мы оружие, да, туда таскали, там, вот где эта гора, там везде, ну, богатые живут, там везде есть камеры, кто проходил, можно определить, да, перед, с этой стороны, с ворот, с ворот есть три камеры, да, посмотреть, ну, поднять это все, доказать то, что мы туда подходили, потому что меня последний месяц, месяц и шесть, полтора месяца, больше даже, не был в городе, не был вообще, я ушел туда вообще в пазент, работал, надо было позарабатывать, понимаете, господин, и тут меня приходят, ловят, я не понимаю, за что, первый раз поймали, 272, первую часть, говорит, ну, и ладно, меня закрутили, забрали, ну, это опять, ну, тот же случай, который был в январе, да, я снимал видео, там, видеоклип сняли, как нас пытали, то есть реальные люди, которые пытались, мы сами там оснимались, мы показали, потому что мы не стали молчать после такого зверского, против нас, который беззаконно шла, который нас пытали, жестко, и вот, я ходил пять месяцев, да, я активно участвовал в этих, то есть, я требовал справедливости, я собирал этих людей, потому что, э, пойдемте, давайте, ну, пускай нас отпускают, мы должны лечиться, мы не лечились, потому что нам не дают, вы, как вы, террористы, ну, вернее, какие мы террористы, мы, нас скоро отпустят, они же не смотрят на, не смотрели за это, и за них мы, вот, пострадали, еще взяли, еще на тебе политику сверху, ну, вот все, то, что я хочу сказать, оправдать, я прошу, господин судья, больше ничего не сказать, если вы, конечно, у нас есть справедливость, конечно, я еще верю, конечно, что есть справедливость, то, что у Казахстана, должен быть она, есть закон, давайте не будем переступать закон, вот все, собственно, я хочу это сказать. Я напомню, Ахлжан получил огнестрельное ранение в дни кровавого января на Гоголе Сифулина в Алматы. На этом перекрестке он выполнял заказ по сварочным работам. По сей день мужчина не получает лечения. Медсанчасть следственного изолятора всякий раз объясняет это отсутствием препаратов. Однако, даже когда лекарства для Ахлжана передали в Си-18, тамошний медперсонал не торопится начать процедуры. Меня вывезли в больницу, то есть заново, и там дали мне назначение, то есть капельницы, там очень дорогие таблетки, так и мне никто капельницу не ставит и не говорят, как пить вот это вот лекарство, я их купил, сам туда в тюрьму затащил как-то, еле как, эти таблетки. И теперь сейчас, ну, то есть медотдел учреждения, то есть вообще не обращает опять внимания. Я написал уже неделю, семь раз заявление и никак, игнор, игнор, и все. Нога болит так же, я опухаю дальше, никто не смотрит, опять так же, и не помогает. То есть врачи приходят, дают только обезболивающие, то есть таблетки от сна на спи. Мы поинтересовались, какое именно снотворное выдают в изоляторе. Оказалось, это таблетки Добросон. Под этим нежным названием скрывается очень коварный препарат, который вызывает физическую и психическую лекарственную зависимость. Вот что еще пишется в аннотации. Внимание! Некоторые эпидемиологические исследования показали повышенную частоту случаев суицидальных мыслей, попыток суицида и суицида у пациентов с депрессией или без нее, получавших бензодиазепины и другие снотворные, включая запеклон. В аннотации сказано, продолжительность лечения должна быть четко определена для каждого пациента в зависимости от типа бессонницы. Зачем подобные препараты без проведения каких-либо обследований запросто дают заключенным? И еще вопрос. Почему в медсанчасти изолятора нет копеечных цитрамона или парацетамола, но щедро раздается Добросон за полторы тысячи тенге? Вернемся к Ахлжану. Из-за недостатка движения его раненая нога постоянно опухает, но положенные прогулки остаются только на бумаге. Начальник учреждения так и обещал. Каждый день прогулку по продолу так и не сделали. В нашем следующем ролике вашему вниманию будет представлено выступление на прениях адвоката Ахлжана Хысымбаева Галыма Нурпиисова. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Шулпан Елеусизова. Специально для Хазах Таймс. Субтитры делал DimaTorzok